Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Точки сближения, о чем договорились на саммите Украины ЕС и каких ждать результатов. Американцы в Одессе, в Черном море стартуют совместные учения Украины и НАТО. Первая жертва новичка, британка, которую пытались спасти после отравления, умерла. Откуда яд? Деньги на ветер. Черкасская область получила на ремонт дорог миллионы, но не потратила ни копейки. Что мешает? В духе 90-х в Днепре мужчину расстреляли в упор прямо возле собственного дома. Кто и за что? Россия должна освободить украинских политзаключенных. Такой призыв прозвучал во время саммита Украины ЕС в Брюсселе. Имена и фамилии украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, включили в текст итоговой декларации этого саммита. О чем еще договорились, узнаем от Елены Абрамович. Этот саммит успешнее прежних, хотя бы потому, что завершился подписанием итоговой декларации, чего не удавалось сделать предыдущих два года. В документе Украине в этот раз удалось отстоять свои формулировки. Например, о признании европейских устремлений нашей страны. Важным моментом стало также внесение в декларацию имен политзаключенных в России. Это еще один способ оказать давление на Москву в этом вопросе, подчеркнул украинский президент. Я думаю, что это впервые в истории саммитов Украины ЕС, до текста подсумковой декларации саммита, вышли имена Олега Сенцова, украинского журналиста, который работал в Париже, Сущенко, и украинского гражданина, который имеет лишь одну правильность, что он отмывался сдать украинский паспорт и повесил на балконе украинский прапор. Что конкретно может сделать Евросоюз, чтобы добиться освобождения Сенцова и других, интересовались журналисты. Президент Совета Дональд Туск после непродолжительных раздумий выразил надежду, что этот вопрос поднимут в Хельсинки на встрече Трампа и Путина через неделю. Сегодня, сразу после этой пресс-конференции, у меня назначена встреча с новым американским послом в ЕС, и я попрошу его передать это сообщение президенту. Думаю, что мы все должны напоминать российским лидерам, что имидж России зависит не только от организации футбольного чемпионата. Подготовил Дональд Туск и отдельное сообщение для украинского и польского народов. Он по национальности поляк, но в этот раз основную часть своего спича произнес на украинском языке. Призвал не повторять ошибок прошлого и не ссориться. Незалежность Украины та безопасность Польши и у всех регионов зависит величезным причинам від відносин Мишкијвом та Варшавою. Несчо давно на пружни споказу ешчо нефси и вывчили лекции з историей. Я закликаю в ладу обох краин до нового подходу до питания наших відносин и позитивного мислення до конфликту, мишма, нами можуть прахнуты тільки наші супротивники. В целом же руководители евроинститутов традиционно подчеркнули, не признают аннексии Крыма и осуждают строительство России Керчевского моста без соглашения Украины. Отметили также прогресс Киева в плане реформ. Положительно оценили создание антикоррупционного суда и напомнили, что еще ждут принятие поправок к закону. Что же касается безвиза, украинцев похвалили за корректное поведение. Этот безвизовый режим работает без проблем. Украинцы возвращаются вовремя и у нас нет никаких негативных последствий от внедрения безвиза для Украины. И это еще раз доказывает, что вашей стране можно доверять. Из практических решений подписание соглашения с Европейским инвестиционным банком о выделении 75 миллионов евро для повышения безопасности украинских дорог. Что же касается миллиарда евро, обещанной макрофинансовой помощи, то процесс уже на финишной прямой, заверил украинский президент. Я приветствую решение ЕС о выделении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 миллиард евро. Мы намерены подписать меморандум в сентябре этого года для получения первого транша уже осенью этого года. В целом отметили в Брюсселе достижениями последних четырех лет в отношениях с Киевом можно гордиться. За это время было подписано соглашение об ассоциации, заработала зона свободной торговли и безвиз. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Планов много, времени мало. На последнюю неделю перед каникулами Нардепы запланировали все, что не смогли решить за последние полгода. Тут и обновление Центра избиркома, и антикоррупционный суд, и снятие неприкосновенности. Хватит ли запала у депутатов на принятие всех этих инициатив, знает Ксения Борвиненко. Обновление состава Центра избиркома и создание антикоррупционного суда. Эти вопросы в коалиции считают приоритетными перед каникулами. Фракция партии Блок Петра Порошенко в котре наполягает, чтобы одним из первых вопросов порядка ДНО на этом неделе было бы обновление состава Центральной избирательной комиссии. Это не просто вопрос, на котором наполягает наша фракция. Это обязанность Украинского парламента, а также каждой политической силой, которая внесла свои предложения президенту Украины. Также мы считаем, что приоритетными задачами парламенту, которые должны быть решены как быстро, есть рассмотрение в основном законе о ограничении депутатской недоторганности и остаточном завершении создания антикоррупционного суду Украины. Народный фронт зацикал, как на швидше призначенный Центр выборчком. Пытания про его обновления не дискутуются. Мы за обновленный склад ЦВК, потому что до президентских, а потом парламентских черговых выборов маем подойти уже с легитимным, працездатным ЦВК. До того, что у нас зависли выборы у некоторых ОТГ. Поэтому еще раз наголошу, склад ЦВК нужно обновлять и не отвлекать. Требует рассмотреть вопросы снятия депутатской неприкосновенности. На погоджувальній раді у жовтні кілька присутніх, в тому числі тут, и в тому числі и керівників фракции наполягали тоді, что это критичное питание. И вот мы видим, что про это все замовчали. То есть это что, сигнал, что это была риторика только? Чи мы хотим выполнить наше выборчее обязательство всех фракций, что тут присутствие, а в всех программах есть знание депутатской недоторганности? Я считаю, что на этом неделе должно быть так же результативное голосование по знанию депутатской недоторганности. В оппозиции же призывают обратить внимание на социальные законопроекты, в первую очередь касающиеся выплаты задолженности перед шахтерами и прав переселенцев. Якщо завтра в порядку денному на перших місцях не буде закона 83-62, який дозволяє розрахувати шахтерями, а минулого тижня делегация шахтерів була тут. Якщо цей законопроект, який дозволяє погасити заборгованість перед шахтерями, не будет принятий, наша фракция голосовать за другие законопроекты не будет. Так же, если не будет внесен законопроект 44-71, а это законопроект, который позволяет голосовать переселенцам, их полтора миллиона в стране, они сегодня избавлены этого права, они не чувствуют себя повноценными гражданами. Если не будет принятий этот законопроект, мы также не будем голосовать за них. Не забывают нардепы о грядущих парламентских выборах и предлагают готовиться к ним уже сейчас. Мы предлагаем на этом неделе в первочереднем порядке рассмотреть закон про новые выборы партийные за пропорционную систему, ліквідувавши мажоритарку. Новый закон про выборы – это и есть реальная борьба с коррупцией, а не имитация, которую делает нынешняя влада. Когда в стране хаос, отсутняя влада, бардак, безответственность, ни один инвестор грошей сюда не принесет. Это означает, что украинцы будут бедны, залежны, работать по Польши и по Португалии, вместо того, чтобы работать дома, и заработать копейчаные зарплаты, как в результате заработать копейчаные пенсии. Закон про выборы на пропорционной основе с открытыми списками, чтобы мы знали, кого мы выбираем. И они снизили, этот закон снижает имоверность купивших голосов на округах, которые сегодня прекрасно пропрацованы оліархическими режимами и прокалькурованы, в принципе, до каждой гривни, сколько нужно на каждый регион, вытратить деньги для того, чтобы скупить певную колькість голосов, которая позволит пройти. Но все же вопроса об обновлении состава центра избиркома в повестке дня нет. Во всяком случае, глава парламента не упомянул о нем, рассказывая о планах Верховной Рады перед каникулами. Сейчас под куполом рассматривают возможность увеличения количества членов ЦИК. Сейчас я собираю пропозиции от различных фракций в приводу того, как выйти из данной ситуации. Хочу вам озвучить, что одна из пропозиций, которая звучала, относится того, чтобы в законе про Центральную выборчую комиссию сменить кольческий склад Центральной выборчей комиссии. И таким образом мы сможем рассматривать в зале все пропозиции, которые поданы фракциями и которые поданы президентом Украины в парламент без дилеммы 14 и 13. На этой неделе нардепы также собираются рассмотреть законопроекты, касающиеся агросектора деятельности бизнеса, омбудсмена, а также скандальную поправку к закону об антикоррупционном суде. Ксения Абровиненко, Владимир Самченко, Геннадий Аникиенко. Подробности телеканал Интер. Реджеп Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. Украину на церемонии инаугурации представлял премьер-министр Владимир Гроссман вместе с народными депутатами, в частности Мустафой Джемилевым. На своей странице в Фейсбуке он написал, что Турция это важный экономический и политический партнер Украины. У стран много общих планов относительно торговли, энергетики, защиты крымских татар. Я напомню, это уже второй срок Эрдогана на посту президента, но в этот раз, благодаря реформе Конституции, его полномочия стали значительно шире. На Донбассе продолжают нарушать так называемое хлебное перемирие. По украинским позициям у Южного и Светлодарска прошлой ночью боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, из стрелкового оружия. Под огнем наемников оказались также защитники Авдеевки, Марьинки и ряда населенных пунктов на Мариупольском направлении. Все подробности узнаем от Игоря Львинка. Так в течение дня может приходов 20 быть. О перемирии здесь не слышали. Передовые позиции украинских морпехов под Мариуполем. Неподалеку оккупированный поселок Пикузы, бывшая Коминтерного. Именно оттуда враг накрывает огнем наших бойцов. Ребята рассказывают, после объявления хлебного перемирия противник ни на день не прекращал атаковать наши укрепления. Работает стрелковое оружие, бьют наемники и из больших калибров. Как только солнце начинает садиться, начинают простреливать, потихоньку провоцировать, чтобы мы давали ответ. Но мы на эти провокации не ведемся. И они начинают тогда подключать более тяжелую артиллерию, минометы, РПГ. Солнце в зените, на улице 40-градусная жара, в окопах летают раи и мух. Воевать приходится и в таких условиях. Накануне враг грубо нарушил все договоренности. Боевики ударили из крупнокалиберных минометов. Наблюдатели АБСЕ этот обстрел не зафиксировали. Суда они не приезжают, не фиксируют. Хотя это было перемирие. Судово-садовый миномет у нас забороненный, а воной противник. Марпехи говорят, в тот вечер наемники болели за сборную России. Громко кричали. Бить из минометов начали после того, как россияне проиграли. Футбол там тоже что они смотрят, потому что там что-то, когда ихние россияне забили гол, то кричали, они же слышно нам было, как они там победу гол. Ну, потом они проиграли. И мы кричали. Ребята рассказывают, на той стороне на днях прошла ротация, заехало пополнение. Ведут себя нагло. Часто вылазят из окопов и громко ругаются. У них прошла ротация. Вот как раз перед перемирием мы тут немножко их поуменьшили их количество. У них, получается, произошла ротация. У них убрали их, появились даже чесенцы. Так что оружие армейцы держат на готове. Ведь очередное перемирие ничем не отличается от всех предыдущих. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. В Ужгороде сегодня попрощались с Валерием Тихановским и Дмитрием Власовым, которые погибли во время учений в Ривне. Церемония прошла на площади возле областного драмтеатра. Похоронили военных на холме Славы. Еще с одним погибшим Юрием Пышкарем попрощаются завтра в селе Мокрое. Я напомню, 6 июля в результате взрыва миномета Молот Три человека погибли и девять были ранены. По предварительной информации минометы работали без предохранителей и кроме этого расстояние между ними было всего 8 метров вместо 20 необходимых. Кроме этого глубина окопов не соответствовала нормам. В Одессе стартовали международные учения Сибриз. В последние годы к этим маневрам повышенное внимание, поскольку проходят они в Черноморском регионе, где, по словам военных, ситуация обостряется. О чем говорили на открытии учений и кто в них примет участие узнаем от Андрея Анастасова. Помимо США и Украины, а они главные участники Сибриз, на учения прибыли военные из 17 стран. Это представители НАТО, а также партнеры Североатлантического Альянса. На открытии командующий украинских ВМС заявляет, ситуация в регионе очень напряженная. Россия, по словам Игоря Воронченко, по сути продолжает захват нашей исключительно экономической зоны в Черном и Азовском морях. Поэтому удивлен тем, что в Москве нервно реагируют на американские корабли в Одессе. Маневры будут проходить на воде, под водой, в воздухе и на суше в Одесской и Николаевской областях. Участие в них примут около 30 кораблей, более 20 летательных аппаратов, а также 2000 военнослужащих. Особенность нынешних учений в том, что всеми операциями межнациональный штаб будет управлять удаленно с корабля Маунт-Витни. Как раз этот корабль и будет главной целью условного противника. Впервые за более чем 20-летнюю историю Сибриз мы привели в Одесский порт флагман 6-го флота США корабль Маунт-Витни. Сегодня на его борт поднимутся 88 офицеров украинских ВМС. И это выводит учения на совершенно новый качественный уровень. Более детальный сценарий учений военные держат в секрете. Известно лишь, что роль противника, атакующего штабной корабль, будет играть турецкая подводная лодка. Вы знаете, что у Черного моря сейчас в Российской Федерации с каждым уроком все больше и больше становится субмарин. Это небеспека и у Черного моря мы должны враховывать подчас своих действий на море. Сибриз продлится две недели. Первые корабли иностранных военных флотилий уже швартуются в украинских портах. Андрей Анастасов, подробности, телеканал Интер, Одесса. Первая смерть от новичка. Через неделю после отравления нервно-паралитическим ядом в британской больнице летняя Дон Стерджис. За жизнь ее друга до сих пор борются врачи. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Она так и не пришла в себя. Дон Стерджис попала в скорую с симптомами сильного отравления. У нее были судороги и шла пена изо рта. Медики подозревали передозировку наркотиками, но оказалось, что все гораздо серьезнее. Стерджис контактировала со смертельным ядом новичок, который создали для военных целей еще в СССР. Наш персонал работал без устали, чтобы спасти Дон. В этой больнице талантливые, преданные и профессиональные медики. Я знаю, что им тоже очень жаль. Они сделали все, что могли. Вот что известно о 44-летней британке. Она мать троих детей. В последнее время жила в приюте для бездомных. У нее были проблемы с алкоголем. Вслед за Стерджис в больницу попал и ее друг. Чарльз Роули также отравился новичком. Он до сих пор в критическом состоянии. По рабочей версии полиции, пара поднялась с земли или нашла на помойке остатки вещества, которым 4 месяца назад отравили двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Анализы подтвердили, что самая высокая концентрация яда на руках пострадавших. Реакция пострадавших на новичок была настолько серьезная, что мы считаем, что они получили очень высокую дозу отравления. Это шокирует и совершенно ужасает, что такое произошло на британской земле. Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности. Первых жертв новичка в Британии удалось спасти. И Сергея, и Юлию Скрипаль вывели из комы и выписали из больницы в течение двух месяцев. Сейчас они находятся в засекреченном месте в Лондоне. Полиция предполагает, что в отличие от Скрипалей отравление Стерджис и Роули было случайностью, а не планировалось заранее. Теперь по факту смерти британки открыли дело по статье убийства. Мы не хотим делать поспешных выводов, но мы знаем, что в марте за нападением с новичком стояла Россия. Это был варварский, бесчеловечный акт. И на этот раз отравление произошло точно таким же нервно-паралитическим веществом. Детективам до сих пор не удалось найти предмет с нервно-паралитическим веществом. Это могла быть ампула или контейнер для транспортировки новичка. И очень вероятно, что этот предмет до сих пор находится где-то в Солсбери. Мы были уверены, что все позади, но вот опять угроза отравлений. Парк, в котором, возможно, произошло заражение, очень большой. Там есть детская площадка. Я с сыном езжу кататься на велосипеде туда, выгуливаю собак. Это все очень тревожит. Напомню, Москва категорически отрицает свою причастность к покушению на Скрипалей. Виталия Кушмирук, Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. В громкие отставки в британском правительстве Борис Джонсон ушел с поста министра иностранных дел. Это уже второй уволившийся топ-чиновник за два дня. Вчера ночью в отставке заявил министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис. Оба они демонстративно покинули правительство из-за несогласия с премьером. Чем недовольны министры, мы узнаем у нашего британского корреспондента Светлана Чернецкая. Она на прямой связи из Лондона. Света, здравствуй. Расскажи, в чем причина Да, Наташа, прости, здесь немного шумно. Люди протестуют. Те, кто хочет, чтобы Британия осталась в ЕС. Ну, а по поводу последних отставок. Вот отставка Бориса Джонсона это самая неожиданная отставка года. Он возглавил министерство два года назад после референдума по выходу Британии из Евросоюза и чувствовал себя на этом посту довольно комфортно. Новость о его уходе потрясла местный политикум. И хотя официально Джонсон все еще не объяснил причины своего решения, уже понятно. А это связано с Брекситом. Министр был главным вдохновителем выхода Британии из ЕС. И если он порвал с правительством, значит, очень недоволен происходящим. Как-то и сказала Наташа, это вторая отставка за сутки. Вчера поздно ночью стало известно, что оставить свой пост решил министр по вопросам Брексита Дэвид Дэвис. Я предлагаю послушать, чем он это мотивировал. По сути, меня не устраивают два вопроса и тактика правительства в целом. Сейчас его подход состоит в том, что после Брексита мы полностью оставим те же правила и те же законы, что и Европейский Союз. То есть, не подобные законы, не эквивалентные, а точь-в-точь такие же. То есть, тот хваленый возврат контроля над страной после Брексита будет не реальным, а иллюзорным. В пятницу Тереза Мэй презентовала новый план по Брекситу и по сути он более мягкий, чем обещало правительство. Согласно новой стратегии, разрыв с Европой состоится больше на бумаге, чем в реальности. Уже в марте Лондон должен официально покинуть ЕС. И эти две отставки ключевых министров только усиливают политический кризис в стране, который может больно ударить по премьеру. Сейчас очень много недовольных подходом Терезы Мэй к Брекситу даже среди ее коллег из консервативной партии. Так что весьма вероятно, что встанет вопрос даже о смене лидера партии, ну и соответственно премьера страны. Что же касается самой Терезы Мэй, она и виду не подала, что разочарована изменой соратников и настаивает, что выбрала лучшую из возможных стратегий по разводу из Евросоюза. Наташа? Спасибо, Света. Светлана Чернецкая об отставке министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Президент Румынии уволил главного борца со взятками в этой стране Лауру Кавеши. Она возглавляла национальное антикоррупционное управление. Ранее это решение уже подтвердило Конституционный суд страны. Кавеши обвиняют в превышении полномочий и подрыве авторитета власти. На ее увольнение уже давно настаивали некоторые члены правительства. Их можно понять. За пять лет работы на своем посту Лаура Кавеши добилась обвинительных приговоров для сотен судей, мэров, а также министров и депутатов парламента. Обыски в государственной фискальной службе в Винницкой области. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, следственные действия проводил отдел по борьбе с коррупцией СБУ под руководством Генпрокуратуры. В чем подозревают налоговиков пока неизвестно, а в самой службе информацию об обысках отрицают. Отрезанные от мира так называют себя жители села Мыслов в Ивано-Франковской области. Почему, чтобы добраться из одной части городка в другую, нужно рисковать жизнью? И почему, несмотря на то, что уже есть жертвы, это не волнует местных чиновников? Выясняла Жанна Дучак. Огромные дыры, ржавые швелера, прогнившие доски. Это мост через реку Луква, который соединяет две части села Мыслов. Другого пути, чтобы попасть на противоположный берег, здесь просто нет. Ближайший мост за три километра отсюда, но он тоже не в лучшем состоянии. Примитивное сооружение из досок и металлических балок построили в селе лет 30 назад сами селяне. С тех пор сами же и ремонтируют. Несколько раз меняли прогнившие доски. Но от несчастных случаев это не уберегло. У нас был такой случай давно. Человек проходил этим мостом и тоже проломился, упал и убился на смерть. Люди здесь проваливаются постоянно. Николай Дзунзе рассказывает. Вместе с сыном и соседом возвращались домой из магазина. Мост рухнул у них прямо под ногами. Это не трещало, не гнулось. Те доски на нас немного по ногам, немного по головам, по руках, побило, потолкло. Были и шинцы, были и подряпани. После обрушения попасть на мост можно только в одном случае, приставив лестницу. Это я добираюсь, а молодые дети до школы, а я баба, селяне говорят, сейчас просто отрезаны от внешнего мира. Ни на работу не добраться, ни врача вызвать. Скорая не едет вообще, а медики отказываются рисковать жизнью. Самодельный мост не находится на балансе какой-либо организации, говорит глава сельсовета. Поэтому выделить деньги на его ремонт не может. Но помощь обещает. Этот город сделали сами граждане, жители. Понимаете? Ну и на балансе, он не находится нигде на балансе. Буквально вчера я привез швеллер. Я думаю, что сегодня там пообещали люди зайти и это сделать. Но вот селяне о том, чтобы снова самим ремонтировать мост даже слышать не хотят. Говорят, ведь идет не только о замене досок, но о сварочных работах. Специалистов, которые могли бы это сделать, среди них нет. Та и нести ответственность, если конструкция снова рухнет, не готовы. Жанна Тучак, Зиновий Аптонавст, Телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Медицина, субсидии, пенсии, это не весь перечень проблем жителей Житомирской области. Чтобы получить помощь от государства, приходится часами стоять под кабинетами чиновников. Разобраться в ситуации решили в парламентском комитете по соц. вопросам. Все подробности в нашем материале. Семейный врач Ирина Лукасевич осматривает пациентку. Уже месяц медик работает в отремонтированной современной амбулатории. Новыми условиями довольна. Шутки, тесты и на вагитность, на вызначение ацетона, белка. Мы видим просувание в хорошую сторону. В таких медцентрах можно получить первую неотложную помощь, рассказывает врач. Однако реанимации нет. В случае сердечного приступа все равно придется вызывать скорую. Что будет, когда медреформа коснется и скорой помощи, пока не ясно. Не на камеру врачи рассказывают, во всей области нет многих лекарств. Например, сыворотки от таких смертельных болезней, как бутулизм и столбняк. И если кто-то заболеет, нужно делать запрос в Киев и уже оттуда везти лекарства. Медреформа вызывает много вопросов и у нардепов. Мы створили на заседании комитета испытания охраны здоровья и социального защиты единый контрольный орган, куда ведут кращих специалистов из парламента и по запарламенту консультанты, ученые, науковцы, академики для того, чтобы навести порядок в вопросах охраны здоровья простых украинцев. Это тоже ключевая задача, над которой мы работаем уже. Можем там подолать все суперечности, все порушения Конституции, коррупцию, непрофессионализм, бюрократию. Беспокоят людей и нововведения относительно субсидий. В области помощь на оплату коммуналки получают 220 тысяч человек. Точнее, получали. Ведь с начала мая субсидии насчитывают по-новому. Например, если внуки прописаны у бабушки, но давно живут за границей, помощи не будет, пока они не выпишутся. И наше требование здесь оппозиционного блока заключается в том, чтобы автоматически людям переназначить субсидии, ввести сейчас мораторий на повышение тарифов и ни в коем случае не допустить повышения тарифов осенью этого года. И сегодня дать людям проиндексированные пенсии и заработные платы. Даже в самом Центре управления труда и соцзащиты признают, без субсидий люди не выживут. После сотен обращений нардепы провели выездное заседание комитета соцполитики вместе с представителями местной власти. Комитет соцполитики чётко став на захист основных интересов и решения основных проблем жителей нашей Житомирской области. Это, на самом деле, восстановление пильг и допомог людям, которые постраждали от Чорнобильской катастрофы, а также ликвидаторам. По-друге, это восстановление справедливости, честного пенсионного обеспечения военных пенсионеров, пенсионеров, правоохранных органов. Также комитет поддерживал свернение объединенных территориальных громад о защите прав детей в объединенной территориальной громаде в условиях децентрализации. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. Ненужные миллионы в Черкасской области не могут освоить средства, выделенные на ремонт дорог. С 1 января трасса местного значения по всей стране должны приводить в порядок за счёт местных бюджетов и субвенции Дорожного фонда. Но в регионе до сих пор не использовали ни копейки. В чём проблема? Разбирался Станислав Кухарчук. Вот так, перелетая через ямы, жители села Благодатное уже пятый год добираются домой по разбитой дороге. Официально это трасса областного значения Благодатное-Воронинцы. С января её, как и ещё четыре с половиной тысячи километров местных дорог, Автодор передал на баланс местных органов власти. Состояние их после этого не улучшилось. Тут нет дороги. Это не дорога. Это направление. Уже поганые. Поганые дороги такие. Я завтра ещё хочу на Дробиевщин ехать. Там взагалит дороги такие страшные, что я не знаю, что работать или я здесь. Золотоножскому району после децентрализации достались 430 километров разбитых дорог. Некоторые не видели ремонта. Десятилетиями, говорит замглавы райадминистрации. Привести их в нормальное состояние сразу задача непосильная для местных бюджетов. Поэтому делать будут постепенно. На сегодняшний день из державного бюджета для Золотонийского района выделено 40 миллионов гривен. Из районного бюджета и сельских бюджетов предотвращается выделение коштей в сумме 12,5 миллионов гривен. 40 миллионов гривен это целевая субвенция из Государственного дорожного фонда. С этого года каждая область вместе с дорогами получила и часть средств на их ремонт. Для Черкасской выделили почти 400 миллионов гривен. На календаре уже середина лета, а чиновники едва начали их осваивать. Вот так осваивают первые дорожные 4 миллиона на трассе Благодатная Воронинцы. Столичная фирма выиграла тендер на текущий ремонт. Бригада высокотехнологичная. На работу приехали на старых «Жигулях». Из инструментов лопаты, грабли и небольшой каток. На ломаном русском уверяют, их технологии укладки проверены годами. Яма срезана, срезой срезана, смолой смалена, кинули, закрыли его, залатали, все, проехали, галчи. Оттуда галчи будет сплошная безъемковая работа. Итак, галчи, продолжаем до 5 километров. Поиск подрядчиков и проведение тендеров государство возложило на недавно созданные службы местных дорог. Судя по этой графике, Министерство инфраструктуры Черкасская область явно не в лидерах. При этом особых проблем с тем, что деньги не освоены, директор службы не видит. Дескать, тендеры на 370 миллионов уже объявлены, а за качественный ремонт чиновник ручается. Если же до конца года субвенцию из Дорожного фонда предприятие не успеет освоить, ничего ужасного не произойдет, считает чиновник. Деньги просто вернутся обратно в госбюджет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Правительственные здания нужно приспособить для людей с инвалидностью. Об этом заявил народный депутат Сергей Рудык. Сегодня он организовал экскурсию по парламенту для воспитанников Смелянского интерната. Сделать это было нелегко, поскольку пандусов в Верховной Раде всего ничего. Чтобы это исправить, нардеп внес на рассмотрение в Раду семь законопроектов, однако от доголосования так и не дошло. Поверьте мне, что после нашей днепровской хвили уже где-то семь законопроектов, которые сегодня висят, есть большое количество законопроектов, которые есть, но что-то не проходит. Может, просто немало бестя. Даже такая простая ситуация, как экскурсия, показала, сколько проблем на сегодняшний день есть в стране для людей с особливыми потребами. Отсутность элементарных пантосов. Даже чтобы этого хлопца-визочника перевезти, пришлось додать максимум усилий мне, дорослому и достаточно сильному человеку. В Днепре у ворот собственного дома расстреляли мужчину. Два полевых ранения в голову. Что известно о погибшем и есть ли уже подозреваемые, выясняла Елена Миндалюк. Выстрелы разбудили жителей частного сектора после полуночи. Выбежав на улицу, люди увидели окровавленного соседа во дворе. Он лежал вниз головой, весь в крови, там лицо было в крови, поэтому сильно так и темно было, не видно было. Он что-то, может быть, говорил, успел сказать, или только хрипел? Хрипел. Хрипел и стонал. Преступники стреляли мужчине в спину, дважды попали в голову. Скорая увезла его в больницу, но медики оказались бессильны. В течение двух часов врачи, аниматологи старались восстановить жизненные функции. Им это не удалось. Он погиб. И большая, большущая кровопотеря, мозг разбит полностью. Мы понимаем, что только чудо, которое могло его спасти, по сути, не получилось. Свидетели предполагают, скорее всего, мужчину расстреляли, когда он открывал ворота, чтобы выехать со двора. Говорят, видели двух нападавших. Выбросили что-то неизвестное в мусорник. Когда подошли полицейские туда, в мусорнике было обнаружено две пары перчаток и две пары масок. Нападавшие были примерно ростом 165 сантиметров, худощавые. Один бежал уверенно, а второй бежал очень тяжко. То есть, или у них тут была потасовка еще какая-то. Убитым оказался местный житель 31-летний Виталий Хомич. Он нигде не работал. По неофициальной информации, его хорошо знали в криминальных кругах. Соседи понятия не имеют, почему его убили. Чем Виталий зарабатывал на жизнь, не знают. Хотя во дворе стоит недешевый внедорожник. Видите, прекрасный парень, хороший, с высшим образованием, очень внимательный. Закончил строительную академию, там тоже работала. Прекрасный парень такой. А сколько? Чем занимался вообще? Ну, я не знаю, то ли он помощник депутата был. В полиции немногословно опрашивают свидетелей и отрабатывают различные версии убийства, которых пока не называют. Преступникам грозит пожизненное заключение. Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Елена Мадалюк и Евгений Конецов. Подробности телеканал «Интер» «Днепр». Бракованный клад. Около 30 мешков с деньгами нашли местные жители в Днепровском лесу. Миллионы буквально валялись под ногами. Правда, толку от находки мало. Все купюры были мелко изрезаны. На них можно рассмотреть печати нацбанка. На мешках есть бирки, но это единственное, что уцелело. Полиция изъяла деньги и сейчас ищет их хозяина. Продолжается операция по спасению подростков, застрявших в пещере в Таиланде. Сегодня еще четверых мальчиков подняли на поверхность из затопленного грота. О результатах второго дня операции расскажет Анна Филь. Вертолеты и скорая помощь, которая мчится по перекрытым улицам города Чанграй, это хороший знак. После второго дня напряженные работы 90 спасателей и еще 4 юных футболистов безопасности. Под землей они провели больше двух недель, а обнаружили их всего неделю назад. Условия для спасения такие же благоприятные, как и вчера. Погода, вода, самочувствие ребят. Сегодняшняя операция более эффективна, чем вчерашняя. Таким образом, невзирая на малообещающие прогнозы, уже 8 из 13 членов группы выбрались из пещеры. Под землей остаются 4 мальчика и их 25-летний тренер. Я очень волновалась, все ли в порядке с племянником. Убеждала себя, что все будет хорошо. Я знала это, но не говорила вслух, боялась даже улыбаться. Футболисты пока еще не встречались со своими семьями. Врачи хотят для начала убедиться, не заразились ли они какой-нибудь инфекцией под землей. Увидеться с близкими им разрешат, разве что на расстоянии или через стекло. Имена второй группы спасенных пока не разглашают, чтобы не расстраивать тех, кто еще ждет своих родных на поверхности. Я смотрю новости каждый день и переживаю так, словно это мои дети там, в пещере. Надеюсь, с ними все будет хорошо. Спасатели торопятся из-за прогноза погоды, погружаются в перерывах между ливнями. Если пойдут сильные дожди, пещеру может затопить полностью. Еще одно препятствие, ходы порой такие узкие, что дайверам приходится снимать кислородные баллоны, чтобы протиснуться. Один из тайских морских котиков уже погиб. У него закончился кислород по пути к выходу. Чтобы преодолеть 4 километра запутанных ходов, мальчиков научили нырять. Каждого сопровождают два профессионала, которые тащат кислородные баллоны. По прогнозам синоптиков, погода пока на стороне заложников пещеры. И если раньше речь шла о 4 месяцах спасательной операции, сейчас уже говорят всего о нескольких днях. Анна Филь, подробности, телеканал Интер. Как отдохнуть в Египте и не попасть в тюрьму? Можно ли уничтожить 30 автомобилей одним окурком? И что за очередной праздник в британской королевской семье? Обо всем этом прямо сейчас. Виталия задержали 31 подозреваемого в принадлежности к мафии. Спецоперация прошла в городе Реджо-де-Калабрия на юге страны. По мнению полиции, все задержанные участники преступной группировки Ндрангетто. Они продавали наркотики и оружие, а также занимались вымогательством. В частности, есть подозрение, что задержанные причастны к ввозу тонны кокаина из Южной Америки, а еще гашиша из Испании и Марокко. Вспыхнули, как свечи. На лавандовом фестивале в Канаде за несколько минут огонь полностью уничтожил 16 авто, еще 15 частично повреждены. Автомобили были припаркованы на поле с сухой травой. Кто-то неосторожно бросил окурок. Импровизированная стоянка загорелась. Убытки оценивают в более чем миллион долларов. Тюремное заключение за клевету. В Египте осудили ливанскую туристку, которая пожаловалась на отдых в этой стране. В мае женщина записала видео, в котором, не особо выбирая выражение, раскритиковала сервис в Египте и самих египтян. Критикантку арестовали в порту Каира по дороге домой. Приговор 8 лет заключения с каторжными работами и штраф за оскорбление египетского народа. Подзарядку в каждый дом. Правительство Британии предлагает строить в английских пригородах новые дома с обязательной установкой подзарядки для электромобилей. А еще оснащать такими же устройствами опоры уличного освещения, где разрешена парковка. Все ради сокращения выброса в атмосферу углекислого газа. Грязные танцы. В Иране девушку арестовали за видео для Инстаграма. Ее движения под ритмы западной поп-музыки показались властям слишком откровенными. При этом девушка снимала себя на видео без хиджаба, который необходимо носить на публике. Юную блогершу заставили выступить на государственном телевидении и признать свою вину. Очередной королевский праздник в Великобритании принца Луи, сына принца Уильяма и герцогини Кейт крестили в королевской часовне Сент-Джеймского дворца. На церемонии присутствовали принц Чарльз с женой Камилой, а также принц Гарри и его жена Меган Маркл. По традиции маленького наследника королевского трона крестили в рубашке, которую используют для этих церемоний с 1841 года. Это все новости на сегодня. Легкой и удачной нам всем недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин